Всем привет! Сегодня предлагаю вам прогуляться со мной в Мегахенд на скидку 90%. Давненько я не попадала на такую скидку и очень интересно, что же я сегодня умудрюсь найти. Нашла вот такое интересное пальто. Здесь шерсть 65%, 5% шерсти кролика даже присутствует. Интересная расцветка в принципе. Оно длинное идет. И цена ему сегодня 150 рублей. Ну давайте посмотрим, как будет смотреться на мне. Длина у него миди. Поясок идет в комплекте. Но вот эти вот отложной воротник и голая грудь, конечно, меня немножко смущает, что нельзя застегнуть до конца. Есть карманы, но судя по положению кармана, мне кажется, все-таки оно рассчитано на более высокий рост. И в плечах оно у меня также немного великовато, поэтому не стала брать. Также привлекло мое внимание вот это красное пальто. Оценили его уже дороже, хотя бирки с составом я не нашла. И скорее всего это синтетика. Оно такое какое-то скользкое, не очень приятное, не очень качественно пошито. Оно сделано по типу тренча. Внизу такой расклешенный низ. Два ряда пуговиц, поясок, но смотрится как-то странно и добавляет мне несколько размеров, особенно в талии. Также нашла красную курточку интересную. 180 рублей сегодня цена. Да, оценивать вещи стали дорого, особенно верхнюю одежду. Вот так она смотрится на мне. Есть два кармашка спереди. В принципе, курточка ничего. Но у нее отсутствует капюшон, видимо, который пристегивался. И длина рукава тоже не моя. Если стать боком, то рисуется животное какой-то месяц беременности. В общем, тоже нет. Решила не брать. Покажу вам немного обуви. Сегодня я ничего для себя на примерку не нашла. Но были интересные модели. Не моего размера. Поэтому покажу. Первые были казачки из искусственной кожи. Эти тоже казачки искусственные, насколько я поняла. Но они практически новые, потому что подошва в идеале и само состояние тоже. Вот эти оценили аж в 2200 изначально. Это натуральная замша. Прикольный зеленый цвет. Платформочка. Но их уже забрали, когда я уходила. Я так посмотрела, кто-то себе забрал. Вот такие ботильончики еще попались. Это натуральная кожа. Утепленные кроссовки от Каппа. Вроде даже как оригинал, судя по всему. Но они вроде не кожаные. Кожзам. Вот такие интересные а-ля резиновые сапоги. Такая как с пропиткой ткань. Даже не резина, а вот что-то такое среднее между тканью и резиной. С таким забавным принтом. Вот эти туфли я могла бы, конечно, примерить. Они моего размера. Но я такой и не ношу. Такой прям острый-острый нос. Такие забавные тоже. От Тамарис кожаные. Мягенькие. Вот такие туфельки. Но повидавшие виды немного. Вот эти тоже мягенькие были от Хюгль. Прикольные, в принципе. Но не моего размера. Но есть коцки, конечно, по корпусу, скажем так. Но кожа прям очень мягенькая была. От Габар попались вот такие лакированные. Но они не из натуральной кожи. Но тоже покоцались, видимо, при перевозке. Потому что подошва. В принципе, видно, что их немного носили. От Кларкс. Вот такие ботильоны понравились. Полусапожки. Ценили, кстати, недорого их. Единственное, каблук здесь тоже немножко пострадал. И на нашу дождливую осень. Актуалочка. Это такие резиновые сапожки. Леопардовые с розовой подошвой. Интересные. Ну, по обуви все. Перейдем к одежде. Забыла я с вами поздороваться в этом видео. Так что приступаем сразу к одежде. Буду примерять вот такой джемпер. 80 рублей ему цена сегодня. На рукавах есть такие вот буговички. Похожие на винтики-шпунтики. Примерять буду с вельветовым сарафаном. Видео сегодня получилось очень долгое. Поэтому запасайтесь чем-нибудь вкусненьким. И продолжайте смотреть. Решила не разделять уже, а сделать одним целиковым видео. Вот такой комплектик получился. Конечно, этот сарафан лучше бы смотрелся, наверное, с джемпером водолазочного типа. С водолазкой. Но по цвету мне сочетание понравилось. Потому что джемпер такого какого-то кремово-розового цвета. Такого тепленького немножко. И с вот этим рыжим, мне показалось, будет неплохо сочетаться. Необычную юбку я еще нашла. Она мне напоминает какое-то стеганое одеялко. Здесь и такой принт еще идет. Львиные мордочки какие-то, леопардовые. И очень интересная такая простежка идет на ней. Вот так она смотрится на мне. По составу это, конечно, полиэстер. Но забавная юбочка. И думаю, что за счет своей объемности она даже была бы достаточно тепленькой. Долго крутилась, вертелась. Думала, брать не брать. Но все-таки решила, что не надо. Очень такая акцентная вещь. И как ее внедрить и с чем сочетать, я не знаю. Нашла еще платье от ГЕС. Сегодня мне много таких известных брендов попадалось. Здесь вот такие стразики. Еще и М-кабуква выложена. Бирки составом не было. Но это синтетика. Такая блестящая, скользящая синтетика. 60 рублей сегодня цена этого платья. Ну, давайте примерим, посмотрим, что это такое. Вот так оно смотрится на мне. Очень глубокий какой-то спереди вырез. Внизу вот эта юбка. В общем, какой-то наряд Мэри Поппинс получается. Практически. Только он с очень откровенным вырезом. В общем, нет. Все сразу видно. И белье. И какие-то несовершенства фигуры. И, в общем, нет. Хорош ГЕС, но не тот. Вот теперь попалась мне платьица от ГЭП. Из 100% льна. Тут я пытаюсь выковырить эту бирку, где написано 100% миллиона. И никак не могу. Здесь прикреплена какая-то бирка, видимо, из предыдущего стокового магазина. Сбоку есть карманы. Расцветка такая. Вот эти вот синие пятна мне почему-то напоминали пятна от чернила. Я пыталась усиленно их рассмотреть. Но нет, это так задумано в принте. А еще меня бесит вот эти вот шлицы непонятные. Сначала я даже подумала, что это ромпер. Но нет, это платье. И вот этот вырез, который я думала, что спереди должен быть, он оказывается сзади. Но, судя по карманам, все-таки он так и должен быть сзади. В общем, какая-то не супер удачная модель. Непонятная. Поэтому, хоть и лен, хоть и цена недорогая, решила не брать. Также мне попались брючки от Calvin Klein. Они из такой трикотажной вискозы идут. Винно-коричневого цвета. Примерять буду с рубашкой в клетку. Она такая, как немножко идет, как байковая. 100% хлопок. Но состояние у нее не совсем хорошее. Есть катышки. И видно, что ее активно носили. Вот такой комплектик получился, скажем так. Мой перфекционист по поводу клеток здесь не соблюдается. Здесь клетки сшиты, как попало. Совпадают только спереди. Брючки мне немножко длинноваты. Но это не проблема. Можно подрезать. Судя по всему, они новые. Потому что сзади там есть такой шовчик, на котором держалась этикетка. И он даже не срезан, а сделан контрастными нитками. Посадка хорошая. Очень комфортный. И их я решила забрать. Ради прикола решила примерить вот такие брючки из полиуретана. Они к низу идут клеш. Конечно, в таких ходить это просто попа вся вспреет. Но ради прикола решила примерить, посмотреть, как они будут смотреться на мне. И давненько ищу на замену своей джинсовой рубашке другую джинсовую рубашку. Нашла вот такую стопроцентного хлопка. Но хлопок здесь какой-то тонкий и хлипкий. Это мне, конечно, смутило и не очень понравилось. Буговички, кстати, тоже все брендированные. Бренд мне не знаком. Но вот так. Вот так смотрится на мне. Вещи, конечно, все здесь. Ну, не все, но большинство умятые. Ужасно. Иногда сложно оценить потенциал вещи. Эти брючки нам нереально, как в мультфильме «У волка из Ну погоди». Только у него там были обычные. А у меня вот такие кожзамовские. Вот это резинка. И они как-то топорщатся сверху. Странно. В общем, нет. Брючки точно нет. Вот я показываю уже, что я вся спарилась. И брать я их точно не буду. Привлек мое внимание вот такой топ с пружевым решелье. 100% хлопок. Оценили его в 700 рублей. Сегодня, конечно, 70. Но за 700 рублей я бы, наверное, вряд ли его взяла. Примерять буду с юбкой от Topshop. Это, конечно, синтетика. Но мне понравилась расцветка, длина. Решила примерить. Юбку тоже оценили недешево. 800 рублей. И раньше в Мегахэнде юбки были 300, ну максимум 500 рублей. Ну, что есть, то есть. Но зато много вещей остается на скидке 90%. И даже есть, что выбрать. Ну и народу было много, кстати. Юбка интересная. Но в талии мне немного тесновато показалось. А топ мне понравился. Самыми необычными находками стали шелковые вещи. Вот такой, например, шелковый топ. Он изначально оценен был в 100 рублей. А сегодня я его купила за 10 рублей. Вот так вот. Жалко, конечно, что подкладка полиэстеровая. Но шелк приятный. Такой шершавенький шелк идет. Вот так смотрится на мне. Здесь, конечно, хочется прищепить, прицепить чем-нибудь. Потому что вылез до пупа. В прямом смысле слова. Внизу идет такая резиночка. И как бы подворотик образовывается. Ну и такие две какие-то шлевочки еще идут. Возможно, тут ремешок какой-то должен был быть. Возможно, это вот так надо было носить. Я уж не знаю. Но этот вырез постоянно расходится. И пытается показать все, что можно и нельзя. Еще один топ ярко-красного цвета. Спереди он сделан полностью из шелка. А сзади уже из плестро и, мне кажется, вискоза или что-то такое. И цена ему сегодня тоже 10 рублей. Таких цен я давно не видела. Вот я все жалуюсь, что у Мегахэндит высокие цены. Но все равно умудрилась найти вещи по 10 рублей. Ну, я не я, если найду что-нибудь дешевое и прикольное. Вот этот топ, например, мне понравился. Мне кажется, красный цвет не идет. И вот этот фасон, вот этот вырез, как он в целом сел, мне кажется, неплохо. Смотрится интересно. И, конечно, за 10 рублей я решила его взять. Почему бы и нет. 10 рублей, по-моему, супер. Что скажете. Еще одна шелковая находка. За 10 рублей. Здесь уже сзади идет 100% шелк. А спереди вот такое а-ля кружево. Вот ценник. Сегодня скидка 90%. Соответственно, 10 рублей. Вот сзади идет тоже такой а-ля шершавый шелк. А спереди кружева. Вот так вот смотрится на мне. Он немножко, конечно, просвечивает. И спереди, и сзади. Но, в принципе, под какие-нибудь джинсы, под заправку смотрелся бы неплохо. Но от него я решила отказаться. Пусть и за 10 рублей. Но не придумала я, с чем бы я его носила. И меня смущают откровенно-таки прозрачные вещи. Поэтому решила не брать. Известного бренда попалась мне также такая футболка туника. Но, к сожалению, размер большой. Я хотела примерить. Думала, может, пойдет как оверсайз. Мой любимый вот такой цвет марсала получается. Очень приятно на ощупь. Это вискоза. И сзади вот это вот плиссе идет из полиэстера. И кармашек, по-моему, из полиэстера нашит. Сзади вот такое плиссе идет. Ну, конечно, видно, что плечо уехало. Что она широкая. Под заправку ее не наденешь. Потому что сзади это вот как баска идет. Все-таки большая она. Да. А таких больших неподружек никого у меня нет. Поэтому решила не брать. В тему прозрачности попалась мне еще вот такая кофточка от Монсуны. Сто процентной шершавой вискозы. Решила примерить. Ее, в принципе, можно носить на какой-то топ на тонких лямочках. Либо на купальник, например. Потому что вот так бы я ее, конечно, вряд ли бы носила. Но моделька такая прикольная. Рукав необычно сделан. Идет расклешенный и на скос. Сзади есть еще две ленточки завязываются. И вот эти все сердечки и орнаменты. Это вышивка идет. Это все вышито. Это не печать, не рисунок. Это именно вышивка. Необычной находкой стала кофточка от Michael Kors. Которую оценили всего в 300 рублей. То есть сегодня она стоит 30 рублей. Я так обрадовалась сначала. Здесь какой-то смешанный состав. Здесь и вискоза, и леоцел, и про шелк что-то написано. Я так поняла, вот эта леопардовая часть, именно она идет из шелка. А сзади уже и рукава идут из вискозы. Такой трикотажный. Долго я не понимала, почему же эта кофточка осталась висеть. И когда перевернула ее назад, поняла, где вот эта вот нашивка металлическая сзади. В районе шеи. Тут, конечно, такие конкретные дыры прорвались. Но я все равно решила ее примерить. Размер XS, конечно, мне маловато. Особенно вот рукава. Сильно обтянули руки. Но моделька такая, в принципе, ничего. Но не знаю. Для Michael Kors как-то, ну, не тянет. Не знаю, ничего в ней такого сверхъестественного нет. Кроме вот этой бирки, где написано Michael Kors. Которую все знают. И знают, что это не дешевая фирма. Также мне попалась рубашка из 100% хлопка. Он такой очень плотный идет. Она такой интересной расцветки, приглушенной. 70 рублей цена. Такие вот бирочки везде присутствуют. Пуговички брендированные. И вот так смотрится на мне. Конечно, напоминает она мне какую-то пижаму немножко. Клетки мои любимые не совпадают. Но это не так критично бросается в глаза, как мне показалось. В общем, странная вещичка, достаточно необычная. Но нет, решила ее не брать. А вот пола меня заинтересовала. Оно идет такого темно-синего, сине-серого цвета. Немножко на камере кажется, как будто это выгоревший черный. Но нет. Оно идет темно-синего цвета. Даже темно-серого. Не знаю, серый в смеси с синим. Контрастные пуговицы идут, бордовенькие такие. На воротничке белая каемочка. Вышивка сбоку на рукавчике. Ну, классическое такое поло. Но мне нравится, что здесь рукава такие вот свободные, удлиненные. А они вот как обычно вот. Чаще всего мне встречались такие укороченные рукавчики. Подтыканные. Вот мне нравится, что именно рукав здесь удлиненный и свободный. Это поло я решила забрать на сменку на работу. Мимо этой вещи я тоже не смогла пройти. Это мой любимый H&M. Моя любимая H&M-овская вискоза. Еще интересная расцветка. Висело это в разделе с рубашками. Но мне подлиннее это, конечно, будет как платье. Просто не передать, какая вискоза. Решила примерить. Ну да, мне оно смотрится как платье. Это, в принципе, как пляжный вариант какой-то можно рассматривать. Может и городской какой-то летний. Ну, не знаю. Длинные рукава на лето как-то, наверное, не очень. А расцветка такая вот прям... Не знаю, когда и куда ее носить. Думала взять дома ходить. Но вспомнила, что дома у меня много в чем есть ходить. Поэтому брать не стала. И напоследок покажу вам кардиган от Monsun. Здесь 50% шерсти в составе. Он очень интересный. Я сначала подумала, что это платье. Но нет. Здесь идет только вверху 4 пуговички. А дальше вот просто такой вот длинный подол. Долго я в нем крутилась, вертелась. Здесь еще идет такой рукав 7 восьмых, наверное, он называется. Вот так она села на меня. Но, опять же, я не представила, с чем его носить. Все мои куртки, мне кажется, они короче него. И он будет как-то торчать странно. Ну и плюс, надо придумывать, с чем его носить. Поэтому долго крутилась, вертелась. И в конце все-таки решила от него отказаться. Пусть и недорого, но отказалась. А, и в конце, когда уже выбегала, увидела курточку от Барклай. Видимо, кто-то примерил. Ее вывесили обратно в зал. Я давно хотела себе найти что-то типа ветровочки. 150 рублей цена. В отличном состоянии. Классическая такая, обычная, стандартная. Есть два кармана по бокам. Идет контрастная строчка красная на молнии. Самая обычная такая курточка-ветровочка. Мне она понравилась. И ее я решила забрать. Мне такое что-то как раз нужно было. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok